Вечер ораторского искусства Вечер ораторского искусства Вечер ораторского искусства И бегом на работу. А у нас только теща работает, больше дураков нет. Только я расслабился. Звонок на домашний телефон. Подымаю трубку. Интеллигентный мужской голос, но очень возмущенный. Я потом дотумкал, что он был из общества защиты животных. Да, к ним в общество поступил сигнал, что кто-то у нас в квартире мучит собаку, и она всю ночь скулит. Но он мне не представляется, а сразу с угрозами в трубку. За издевательство над беззащитным существом пойдете под суд. Ну он-то про собаку, а я-то про тещу. Думаю. Я говорю, мужчина, под какой суд вы что? Она сама виновата. Говорю, сижу спокойно, пью пиво, а она гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Голос в трубке говорит, а вы ожидали услышать человеческую речь? Они все гавкают. Это их способ общения. Какими их создала природа? Я говорю, ну ведь так же невозможно жить. Она каждый день на меня рычит. Она вас боится? Не унимается он. Наладьте контакт с божьей тварью. Я говорю, да я бы с удовольствием. Но как? Я не знаю. Она вчера просто с цепи сорвалась. Может, ей шейку натерла? Я говорю, да ладно, о чем вы говорите, мужчина? Что там у ней на шейке? Моя подарочная цепочка, она натереть не может, потому что из мягкого, легкого материала. Червоного алюминия. Этот собачий адвокат возмущается. Говорит, боже, какая некомпетентность. Заводят, потом не знают, как ухаживать. А я все про тещу думаю. Говорю, да кто ее заводил-то? Она сама завелась. Он говорит, приблудилась что ли? Я говорю, вот, вот, именно вы точно мужчина подметили. Именно приблудилась ко мне вместе с женой. Тем более вы должны наладить с ней контакт. Нужно уважать любовь жены к прекрасному. Для моей, говорит, жены вершина счастья, когда ее самое дорогое существо тихо прокрадывается в спальню. И тут он такой рассказал, сует морду под одеяло и пролазит ложась между мною и женой. И я говорю, мужчина, говорю, может, для моей жены это существо дорогое, но если бы оно хоть раз так проползло, меня бы уже лечили электричеством, а ее бы заземлили бы уже давно. Он говорит, ну это же мило. Ведь за ними так интересно наблюдать. Наши, например, очень любят купаться. Что в ванной творит? Прыгает, воду кусает. Я его слушаю, а сам думаю, у меня еще, слава богу, не все так плохо. Люди вообще с каким сумасшедшими тещами живут. А сам говорю, мужчина, да если бы моя в ванну прыгнула, вся вода была бы уже на полу, а ванна на первом этаже. А он советует, говорит, вы ее держите за загривок и мойте. Я свою сам мою. Потом выношу из ванной завернутую в полотенчик. Думаю, я, наверное, совсем отстал от жизни. Он мужики, тещ своих на руках в полотенчиках таскают. А он продолжает. Уступайте ей во всем. Вы же умнее. Я говорю, согласен. Вы на другой ступени эволюции. Я говорю, продолжайте. Не опускайтесь до ее уровня. Вы человек. А она за вашу любовь будет приносить вам тапочки в зубах. Я говорю, мужчина, вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Неужели этого возможно добиться? Он говорит, конечно. Попробуйте прямо сегодня. У вас все получится. А как, 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 что делать? Он говорит, погладьте ее по головке, дайте кусочек сахара, поцелуйте в носик, почешите за ушком. Я переписал все пункты, дружеский с ним распрощался. Весь день провел в мечтах. Представлял тещу с тапочкой. Вместо... Вот этот. Вечер, дверь открывается, она заходит. Ты-ты-ды-ды-ды-ды-ды. Ты-ты-ды-ды-ды-ды-ды. Я подхожу к ней, улыбаюсь. Теща замерла. Ты-ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Дрожащей рукой в резиновые перчатки. Ра-та-та-та-та-та. Глажу тещу по волосам, а на рот открыла. Ра-та-та-та-та-та-та. Воду бы не врал мужчина, рот открыла, чтоб тапочки мои закусить. Я воспользуюсь моментом и в открывшуюся зяполку закинул кусок рафинада. Точно в цель. Теща аж сумки выронила. Я, как положено, через медицинскую маску целую тещу в шнобель. Она к холодильнику привалилась, еле дышит. Срываю перчатку и... Чешу тещу за ухом, да. Теща медленно сползает по холодильнику. И с того самого вечера Ну, тапочек в зубах не принесла. Но она мне не то, что грубого слова не сказала. Вообще онемела. Да, лежит и молчит. В отдельной палате. Вот что с людьми делает ласка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ